здравствуйте дорогие братья и сестры на библейский портал the get пришел очередной вопрос как простить детские обиды на родителей вы знаете вот из 10 заповедей которые даны человеку богом одна из заповедей которые находятся между заповедями которые посвящены взаимоотношениям человека с богом и взаимоотношениям человека с ближними стоит заповедь которая дана с обетованием то есть с обещанием бог обещает человеку что если он будет исполнять эту заповедь то человек получит долгую жизнь каждый из нас я думаю если он нормальный человек хочет жить долго и с возрастом вот это понимание все больше и приходит потому что когда ты молодой тебе кажется ну что там через 20 лет и я думаю что уже устану от жизни но а потом ты понимаешь что на самом деле ты еще многого многого не сделал и не успел сделать и поэтому ты просишь бога чтобы господь дал тебе долгую жизнь и вот условием нашей долгой жизни является правильное отношение к нашим родителям и в этой заповеди говорится о том что мы как верующие люди как люди которые чтут закон божий должны почитать своих родителей именно почитать то есть не там не сказано слово любить потому что ну понятие любовь она такой широкой у каждого но свое каждый свое вкладывает в это слово а вот почитать то есть воздать должное почему что значит воздать долг родители дали тебе жизнь и значит ты за это должен быть благодарен кто-то может сказать ну вот я не просил такую жизнь или я хотел другую жизнь или вот родители не соответствует моему представлению о том какая она должна быть на самом деле это все очень субъективно и я видел разных людей которые ну родились в разных семьях иногда эти семьи были очень большого достатка вот но там чего-то не хватало иногда это были простые семьи и тоже чего-то не хватало то есть вот всегда нам чего-то не хватает но на самом деле ведь у нас есть самое главное у нас есть руки ноги у нас есть здоровье у нас есть ум и это все дали нам наши родители потому что они дали нам жизнь и за это мы должны их благодарить иногда нам кажется что ну чего-то нам не дали но это то что нам как мы считаем не дали мы можем дать уже своим детям создав свою семью поэтому дорогой брат или сестра которая прислали этот вопрос вот подумайте о том что у вас вы уникальная личность и у вас уникальная жизнь только так такая жизнь есть только у вас такой человек это только вы и вот вы такой благодаря своим родителям может быть они что-то сделали неправильно в своей жизни но по крайней мере они дали вам самое главное вашу жизнь и теперь вы можете исправить какие-то их ошибки если вы считаете что они у них есть своей жизнью и добиться большего сделать что-то по-другому что-то лучше но по крайней мере вот та жизнь которая у вас есть она благодаря вашим родителям поэтому постарайтесь полюбить своих родителей постарайтесь если вы в чем-то на них обижаетесь то постарайтесь простить потому что тогда и вам тоже станет намного легче жить особенно спустя какое-то время вот мы в детстве действительно очень болезненно относимся к тем или иным поступком или к тем или иным словам но проходит какое-то время и мы понимаем что да нет на самом деле ничего такого страшного нам не сказали не сделали а проходит еще время мы может быть где-то даже понимаем что родители были правы в том что нам говорили а мы может быть их где-то не слушали иногда конечно такое бывает что где-то кто-то из родителей там выпивает или чем-то болеет но опять же если вот так случилось в нашей жизни что близкий нам человек чем-то заболел то наверное нам нужно не обижаться на него постараться если есть такая возможность ему помочь помочь вот преодолеть эту болезнь болезнь бывает самые разные в том числе и такие которые приносят боль окружающим и вот если мы научимся вот так воспринимать их поступки их поведение не как что они какие-то злые особенно или плохие а как люди которые страдают какой-то болезнью то тогда нам будет намного легче их простить и постараться если это возможно им помочь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео